Вокруг нас цифровой мир. Некоторые цифры становятся особенными, за ними красивые и яркие истории. О таких числах проторя хоккейного клуба «Сочи» Дмитрия Шикина в проекте «Теория чисел». На лёд приглашается стартовый состав команды «Сочи». Номер 24-й Дмитрий Шикин. 44-й мой игровой номер. Так получилось, совершенно случайная ситуация была. Он мне просто достался. Мне принесли майку в высшей лиге команде «Кристалл Электросталь». Администратор почему-то выбрал этот номер, и так повелось. И дальше по жизни эти четвёрки меня преследуют, и я уже никуда не могу от них деться. С «Амплуа» я определился в 8 лет, потому что не было вратаря в команде, и им нужно было что-то делать. Мы уже начинали играть какие-то товарищеские игры, и я попробовал. Вроде неплохо получилось, и родители были против этого. Но всё решилось, когда мне показали новую красивую вратарскую форму. Как сейчас помню, чёрную, такую красную в стиле цветов авангарда где-то. Не знаю, откуда она в «Электростале» взялась в то время. Но я загорелся, и всё, больше вопросов не возникало о том, что там вернутся, там, нападение или защиту. Я считаю, что это достаточно хороший результат именно для турнира, для такого турнира, как чемпионат мира. Потому что там очень сложно получить игровое время, и я очень рад, что получил его много, получил хороший опыт. И пока в моей карьере это, наверное, самый важный турнир и самое важное достижение. Это интересная была игра, и много спасений. Очень хорошо помню буллит, и последний этот бросок была штанга. Очень приятные воспоминания, и очень рад, что в тот момент я смог помочь. Я сам просился в ЭХЛ, я гнался за практикой, потому что считал, что для меня важнее не сидеть в главной команде и там устраивать на тренировку бой с тенью, да? А играть, получать игровую практику, все равно такую практику, как в игре, ты не получишь ни с одним, там, будь даже лучшим тренером вратарей. Дети – это наше счастье. Дети дают мне сил, придают новый рывок вообще всему, даже в хоккейном плане. Я понимаю, что я должен еще больше отдавать, еще больше показывать, давать результаты, чтобы мои дети гордились мной, им было приятно даже со стороны слушать, что их отец – хороший игрок, хороший спортсмен. Это очень приятно. И дети – это большая радость, и всем советую. Весь быт, просто весь быт, он держится на ней, и какие-то моменты, скажем так, бытовой жизни, я порой не знаю, тут приехал на предсезонку, ее нет, и я звоню, как запустить машину стиральную, то есть я, проживя три года на одном месте, я даже не знаю, как запустить стиральную машину, на что она мне просто ответила – оставь, мы скоро приедем, я постираю. Мне удалось поймать щуку на 6 килограмм, причем я прыгнул за ней в воду, чтобы достать тогда, у меня не было там предспособлений никаких специальных. Я прыгнул в воду, чтобы ее достать, и засунул прям руку ей в рот, и мне потом очень долго все это зашивало, мне прям до мяса разодрало руку. Страшно, конечно, но я был очень доволен. Я с ней упал вот так вот на траву, но я был очень доволен. Мне было больно, но я был очень доволен. Не купаюсь в море в Сочи, потому что в те моменты, когда выпадает возможность искупаться, очень высокая температура воды, и там уже размножаются всякие бактерии, грибки, и я этого всего очень боюсь. То есть привезти это домой, и просто-напросто мы всей семьей не купаемся в море. Если вода поднимается выше 26 градусов, то все, ветер. Это ротовирус, здравствуй. Потом капельницы, там ужас. В последний год я не ездил в электростальном машине, все-таки мы собрались и полетели на самолете, а до этого мне приходилось, это, скажем так, вынужденная мера, чтобы ехать на машине, потому что у нас, опять же, две собаки, и приходилось с ними ехать в электросталь, ставишь клетку в багажник, едешь с ними, но максимально быстро я, по-моему, проезжал за 17 часов. Пять лет я играю в хоккейном клубе Сочи, и здесь родились мои дети, в первую очередь. Очень дружелюбный город, очень разумное и классное руководство, и команда всегда подбирается с прицелом на плей-офф, то есть стоят задачи только выше и выше с каждым годом, и просто пять лет и не хочу никуда выезжать. Ну вот смотрите, да, пытался подпереклайд, но нет, все закончилось. Итак, Шикин становится одним из героев этого матча, тащит он эту шайбу, и победа в серии буллитов 3-2. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!